продолжаем тему важной публикации выращивание мицелия продолжаем снимать дневники и сейчас мы будем скрывать вот этот интересный и важный шкафчик именуемый ламинарным ищем где у нас раствор 070 процентов лизоформина делаем вот такой вот манипуляцию и так обрабатываем раствором лизоформина чтобы даже если здесь есть какая-то инфекция при ламинарном шкафу что она сюда приклеилась и не попала в шкафчик я специально начал видео с того момента что не открывал ламинарный шкаф перед этим я не знаю что там сейчас внутри находится мне самому интересно давайте вместе вот сейчас про инспектируем посмотрим что происходит ламинарном шкафу то есть посмотрим телевизор настоящего миколога и смотрим телевизор настоящего миколога ой какая хорошая здесь передача так очень интересная передача у нас идет сегодня по нашему ламинарному телевизору так может быть если мы включим здесь свет может быть лучше видно да немножко стало лучше и так что у нас сегодня здесь показывает у нас показывает очень интересная передача насчет королевской вешенки продолжение предыдущего видео о клетках королевской вешенки серии 1 значит вот там сзади видим вот такая чашка петри там видим на ней на ней такую белесую палочку и рядом с ней какую-то дырочку вот из этой дырочке были отобраны два вот этих бугорка которая находится на чашке петри справа видим очень и очень мощный хороший рост этой культуры очень хороший рост к сожалению вот что-то на вот той чашке где-то у меня есть вся серия вот этих чашек дату когда она была сделана вот эта чашка но однозначно могу сказать что я где-то уже год она хранится если не больше но из нее мы сделали посев видим что клетка растут очень хорошо и из этой клетки был произведен забор вот серии 1 непосредственно после забора этой клеточной культуры вот эти две чашки которые вот такого темного цвета видим что на них роста пока никакого не наблюдается видим что там был сделан посев из флакона непосредственно сразу после забора клеток то есть когда мы посеяли высеяли часть вот этой агаровой среды на другую чашку увидели что клетки там живые это уже большой плюс дальше эти клетки были помещены в флакончик и из флакончика сразу синхронно было отсеяно вот две этих чашки петри на которых роста абсолютно я не наблюдаю значит нужно нам сделать повторно посевы клеточной культуры из этого флакончика для того чтобы определить что здесь за вот эти хлопья плавающие честно говоря мы будем ничего загадывать не будем ничего зря озвучивать давайте мы сделаем значит посевы и тогда идем выводы а ну тут или там здесь вообще такая очень очень и очень непростая вот такая непростая картина маслом это вы видели раньше видео где рассказывал о инвентаризации значит флаконов вот тех которые находятся вон в том большом ящике вот эти флаконы были инвентаризированы из них мы делали посев вот тех флаконов с попеременным успехом некоторые культуры хорошо начали расти некоторые культуры немножко что-то там тормозит тормозят и здесь параллельно с посевами на флаконы параллельно делались посевы на пробирки значит что мы здесь будем видеть итак это все сделано одной той той же датой значит штамм м5 серии 4 однозначно на флаконах и на пробирках показал одинаковый хороший очень хороший и быстрый результат они находятся на первом месте штампы 80 серии 3 который абсолютно не дал ни одного роста в на флаконах пробирки показал хороший результат что говорит о том что сами клетки во флаконе живые но почему-то при посеве в другую посуду они роста почему-то не дали штамм м5 серии 3 тоже значит очень хорошо они находятся в процессе ну чем раньше те вот находятся здесь чем позже начали росту находится немного справа теперь штамм м5 серия 1 отлично розовая вешенка серии 1 там немножко так противоречивые результаты она уже сразу я сейчас уже могу сказать что я вижу что она уже набирает розовый оттенок то есть хорошо а на сами флаконах там какие-то правы противоречивые были результаты серия 6 штамма м5 отлично розовая вешенка серии 2 интересно что в вот тех бутылках сверху она не дала вообще роста никакого а здесь показала очень хороший результат теперь тоже удивительный вот удивительный такой вот момент здесь вижу это да это контрольный отсев из пробирки которая давно у меня хранится я хотел просто проверить насколько жизнеспособны мне культуры потому что они хранились при разных условиях холодильник находится можно сказать так в пристройке к лаборатории там в зимнее время фактически уличная температура иногда эти пробирки при хранении просто замораживались и можно сказать что неоднократно вот но при посеве вот на свежая горовую среду показывают прекрасный рост то есть хранятся они там уже наверно более года они там живые следующий примерчик что у нас здесь лимонная вешенка лимонная вешенка показывает клетки растут но что-то по-моему здесь тоже какой-то да то что мы уже говорили по моему здесь тоже какой-то присутствует бактериоз то есть мне кажется там весь флакон битый то есть его придется просто-напросто утилизировать вот что мы здесь видим серия 2 розовые вешенки вообще не дала никакого роста дальше розовая вешенка серии 1 клеточки внизу начали рост как видим никакой инфекции в самой пробирке здесь нету это хорошо значит у нас хорошие культуры к филеток здесь тоже эта розовая вешенка серии 1 растет отлично здесь у нас P80 серии 3 прекрасный рост инфекции нету смотрим дальше так здесь что P80 серия 4 роста рост отсутствует королевская вешенка серия 1 королевская вешенка серия 1 это немного неудачно я маркирую но по моему будьте внимательны вот эта чашка и вот эта чашка и вот эта пробирка это были ВСН одними тем же шприцом которые значит клетки были отобраны вот из этой чашки и сразу после забора вот этих клеток сразу вот только были забраны вот эти клетки вот в этот флакончик сразу после этого были сделаны посевы и вот наблюдаем такой противоречивый результат во первых сразу видно что культура чистая ничего не растет там цветного то есть все хорошо клетки живые хорошо размножаются но как видим на чашках Petri они вообще не дали никакого роста я догадываюсь почему это произошло да я догадываюсь почему это произошло но в самом флаконе клетки живые со временем